Калсруя, Палацхалли, Германия. 8 раундов Александр Захожий издевался над Кевином Джонсоном. Или по-другому поставим вопрос. Кевин Джонсон 8 раундов издевался над Александром Захожим, одновременно валяя дурака. Можно это трактовать и с той, и с другой стороны, но Александр Захожий задал еще больше вопросов, чем те ответы, которые мы получили. Опять очень прямолинейный подход к сопернику, очень прямолинейный отход, опущенные руки. И, слава богу, успевал Александр оттянуться, а то несколько раз правая рука Кевина Джонсона очень опасно свистела удары. Но, слава богу, что там пару ударов, по-моему, не очень там плотно пришлись. От остальных Александр успевал ретироваться назад. Ну и опять же, вот вопросы с функционалкой, да, там с физическим состоянием. Вроде бы по 2 метра парень с длинными руками, должно быть такое, знаете, там просто бычье, в хорошем смысле этого слова, здоровье. Но, в общем, как-то с этим не складывается. Ну, пока можно это объяснить притиркой Александра Захожего и Сергея Ватаманюка. Они недавно начали работать в такой плотной спайке. И, наверняка, Сергей, в общем, как тренер, сделает выводы из боя, проведенного Александра с Захожим, чтобы потом нести свои корректиры. На мой взгляд, Александра нужно заставить бегать, немножко, в общем, заняться железом. И, конечно же, ну, просто повышать свой класс бокса. А это вот хорошие спарринги. Спарринги с очень хорошими соперниками. От них отказываться нельзя, как вот Александр Захожий. Неизвестно мне по каким причинам. Никак не могу выпытать ни у Сергея, ни у самого Александра, почему он отказался от спаррингов против Александра Поветкина. Но даем большой кредит доверия Александру Захожему. Сергей Ватаманюк, надеюсь, будет знать, что с ним сделать. Но и пора переходить уже от 8 раундов к 10 раундам. Потому что мне кажется, что еще 2 раунда после 8 должны были показать, насколько Александр реально может рассчитывать на прохождение полной дистанции в поединках за титулы второго эшелона, где дистанция 10 раундов. И, конечно же, чтобы показать, что он может дышать в 9-10 раунде, что у него активность может быть в 9-10 раунде. Хотя бы приблизительно такой, как в раунде в 5-6. То есть, опять же, повторюсь, очень много вопросов к Александру. Но, опять же, даем кредит доверия и будем более пристально и более критично его оценивать уже после следующих его поединков.